Темой первого урока будет разговор об инвестициях в принципе, о том какие бывают инвестиционные компании, о том стоит ли вообще и как происходит процесс инвестирования и начнем мы в принципе с состояния рынка. Последние, наверное, 6-7 лет идет просто огромнейший тренд на популяризацию пассивного дохода. Все началось с Роберта Киайосаки и его игры «Денежный поток» и книги «Богатый папа, бедный папа», где максимально этот товарищ пропагандировал, что нужно иметь пассивный доход. А что же такое в принципе пассивный доход? Пассивный доход это то, что работает и приносит деньги, а вы при этом ничего не делаете. То есть работа это не пассивный доход. Игра на бирже это не пассивный доход. Пассивный доход это, к примеру, вы купили квартиру и сдали ее в долгосрок. Вот это пассивный доход. Или, к примеру, вы взяли деньги и вложили их в какой-то фонд. И фонд приносит вам ежемесячные дивиденды. Вот это пассивный доход. На этом курсе мы с вами будем учиться, как обеспечить себе этот самый пассивный доход. Точнее, как защитить свой потенциальный пассивный доход и не вложить и не отдать свои деньги мошенникам. Какие же бывают компании для инвестиций? Во-первых, это криптовалютные фонды. Это самые на текущий момент, несмотря на то, что тренд на криптовалюту существенно снизился, однако это те фонды, которые сейчас обещают максимальный доход. Доход начинается от 5% в месяц минимум и уходит в заоблачные выси. Но, разумеется, в их обещаниях. Криптовалютные компании вам будут предлагать следующие виды инвестиций. Первое, это просто положить к ним деньги и получать свой доход ежемесячно. Это самое простое. Развод здесь может заключаться в том, что фонда как такового нет, это просто пирамида. Второе, это вам могут предложить обучение. Обучение игры на криптовалютных биржах. Большинство это тоже развод по той причине, что тратить на вас время никому не выгодно. Вам будут приводить такие аргументы, как я свое заработал, я хочу, чтобы дать такую возможность людям. Это полнейшая глупость, потому что при том уровне доходности, который сейчас существует на криптовалютных рынках, там даже час, потраченный на вас, никаким образом не окупят тех денег, которых вы заплатили бы за обучение. Они за этот час могут тысячекратно перекрыть стоимость, которую вы потратили на обучение и забрали их личное время. Второе, это вам предложат, собственно, обучение, но с таким дополнением, как торговля по сигналам. Они вам скажут, у нас есть секретный чат, у нас есть суперские трейдеры, вам нужно будет только зарегистрироваться, положить деньги, а в этом чате мы вам будем давать сигналы, когда покупать, что покупать, когда продавать, что продавать. Так как у нас трейдеры профессиональные, вам нужно будет просто повторять их действия. Это развод. Эта тактика не работает. Какие бы цифры вам не приводили, какие бы аргументы вам не приводили, это развод. Второй игрок рынка, это классические фонды. Вам будут предлагать вложить деньги в Форекс, в какие-то акции, в какие-то паевые фонды. В большинстве своем это также будет состоять из обучения, из торговли по сигналам. Рынок классический сейчас вообще не отличается от криптовалютного. Абсолютно те же схемы разводов, абсолютно те же схемы наживы. Все это мы разберем далее подробно. Третий игрок рынка, это инвестиции в недвижимость. Здесь существует несколько подвидов. Первое, это инвестиции на этапе котлована. Второе, это инвестиции в покупку квартиры, в том числе в ипотеку с последующим разделом ее на мелкие студии с посуточной сдачей. И третье, это торги на банкротстве. В принципе, все это имеет место быть и при добросовестности компаний это может работать. Но ровно настолько же это может и не работать за счет того, что вы натолкнетесь на мошенников, которые поэтому надо проверять. Четвертое, это потребительские кооперативы. Потребительские и строительные кооперативы. Проверяем их также, они могут как рабочие быть, хотя я не знаю ни одного рабочего. Все потребкооперативы, все строительные кооперативы, которые я анализировал, оказались мошенниками. Но я допускаю мысль, что существуют и реально действующие. Поэтому тоже надо проверять. И пятое, это вклад в оборотные средства компании. На мой взгляд, это самый надежный вид. В этом случае нужно правильно выбрать компанию. Надежную компанию, которая давно на рынке, которая документально подтверждает свой доход и свои проценты по деньгам, которые они берут для своих оборотных средств. Главное их проанализировать и отделить мошенников от настоящих компаний. И в заключении урока поговорим о базовых правилах инвестиций. Первое, инвестировать необходимо именно пассивный доход, то, что сделает вашу жизнь по-настоящему качественной, простой и легкой. Пассивный доход позволяет вам жить в свое удовольствие и либо вообще не работать, либо работать и заниматься тем, чем вы хотите, не отвлекаясь на заработок денег для того, чтобы поесть, заплатить за квартиру и тому подобное. В текущей жизни большинство из вас зависит от зарплаты. Зарплата есть, платим за квартиру, платим за еду, за садики детей и тому подобное. Вас уволили и начинаются проблемы. Поэтому все держатся максимально за свою работу, даже если они ее ненавидят. Даже если они занимаются тем, чем они заниматься не хотят. Потому что если вы заниматься этим не будете, вы останетесь без денег. Пассивный же доход позволяет полностью исключить этот момент. То есть вы, пассивный доход обеспечивает ваш необходимый базис на существование, на еду, квартиру и прочее. А дальше вы делаете то, что вы хотите. Работаете кем вы хотите. Пытаетесь строить новые бизнесы, которые вы хотите. В общем, делаете все, что вашей душе угодно. Поэтому инвестировать нужно в обязательном порядке. Второе правило это инвестировать только те средства, которые вы готовы потерять. Я подчеркиваю, те средства, которые вы готовы потерять. Ни в коем случае не инвестируют заемные средства, кредитные средства. только те средства, которые вы, образно говоря, готовы выбросить, то есть потеря которых не будет для вас критична. Поэтому инвестируем только то, что нам не жалко потерять. Третье правило – это не обвинять тех, кто вас обманул. То есть, если вы не проанализировали компанию, если вы не потратили силы на то, чтобы проверить тех, в кого вы вкладываете, и вас обманули, что эта компания оказалась мошеннической, это не их вина, это ваша вина. Это вы не проанализировали тех, кому вы отдаете деньги. Это вы не посчитали нужным потратить свои силы, потратить свое время на полноценную проверку. Поэтому смысл обвинять мошенника в том, что он оказался умнее вас, я не вижу. Это чисто ваш будет косяк. Вы не потратили время. Поэтому третье правило – никого не обвинять, кроме себя. И, собственно, четвертое заключительное правило – это проверять, проверять и еще раз проверять. Проверять до седьмого колена, проверять максимальное количество возможной информации, копать по максимуму. Потратьте один день, но за этот день вы сумеете полностью проверить компанию, полностью вычленить и узнать информацию о ней и составить свое мнение о том мошеннике или реальной компании, с которой вы сможете вместе заработать. Поэтому проверяйте, проверяйте, еще раз проверяйте. На этом урок заканчиваем, переходим к следующему.